В студии Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев. Добрый вечер, и это новость. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06, да, 10 лет в Кирове. Сегодня мы обсуждаем 2015 год в студии Ольга Болезина. Анна Лапшина. И наш гость сегодня Ян Чеботарёв, юрист Ян Евгеньевич. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Яну Чеботарёву мы пригласили, потому что сразу несколько тем, которые мы бы хотели, чтобы он прокомментировал. Да, но мы должны нашим слушателям привет передать. В Инстаграме? В Инстаграме и во всех наших трансляциях. Можно нас тоже наблюдать и на сайте, и во Вконтакте. Подключайтесь, где вам удобно. Так, ну что, всё? Слушатели, пожалуйста, оставайтесь. А вы смотрите, 2015 год, это уже половина нашего пока что существования, то есть нашей радиостанции в Кирове. Столько мы уже всего вспомнили, и оказывается, ещё так много забыто, оказалось, к 2015 году, например, готовились когда к эфиру, так и не вспомнили, что уже тогда было объединение вузов, например. Да, я вписала, у меня есть этот пункт. Отлично. Что у тебя ещё там есть? Да, у меня очень много. У меня 11 пунктов нет. На самом деле событий, конечно, было больше, но мы по опыту прошлых наших программ понимаем, что перечислять все события 2015 года нам не хватит нашего эфира. Поэтому самые основные только берём. Ну вот давайте из небольшого. Помимо объединения вузов, педа и политеха, помните, наверное, да, заговорили о том, что в Кировской области может появиться детский лагерь. И даже выбрали детский лагерь в Алуште. Дмитрий Русских приходил у нас в эфире, рассказывал об этом. Было такое, было, да. К сожалению, большому, да, с уходом Никиты Белых из Кировской области, с отъездом его, лагерь этот приказал долго жить. В общем, нету наших детей лагеря в Алуште. Стартовало строительство бутипроводов в чистые пруды. Да-да. Да-да. Это-то вообще просто эпохальная история, мне кажется. Ну да, безусловно. Всё-таки давайте согласимся, что подобного рода проблемные места очень сильно затрудняло жизнь кировчанам. И сейчас добираться до чистых прудов стало гораздо приятнее. Да, самое интересное, что этот путепровод стоит практически пустой. Вот я даже и в пиковое время вечером езжу, когда люди едут с работы. Ну, пустой путепровод. Три миллиарда для Анны Лапшиной, для комфорта. И даже велодорожки там не сделали. Ну, велодорожки согласен, а насчёт того, что пустой, я вот, когда бываю в чистых прудах, а у меня там живут родственники, я его пустым не наблюдаю. Активно кировчане пользуются путепроводом этим. Ну, пробок я там не видела, к счастью. И слава богу. Не хватало, чтобы там пробки были. Там достаточно широкая трасса. Надолго хватит. Так, ну давайте всё-таки главным событием. Там есть ещё несколько небольших. Мы к ним чуть попозже перейдём. 15-й год для Кирова, ну, мне так кажется, всё-таки самая, наверное, громкая история или одна из громких историй. Это известие о задержании Михаила Прокопьева в Москве на Мосфильмовской улице. Это было 31 января. На следующий день, фактически, Михаила Прокопьева привезли в Киров уже. Я не знаю, как это юридически правильно называется, Ян Евгеньевич. Ну и началось здесь, я так понимаю, что впоследствии судебное следствие. Приговор Прокопьеву вынесли 28 декабря 2016 года. То есть, фактически, два года всё это длилось. Ну, следствие в любом случае было достаточно продолжительным, с учётом того количества эпизодов, которые следствие рассматривало, и с учётом количества даже свидетелей, которые допрашивались. Не говоря уже о том, что все эпизоды, которые попали в уголовное дело Прокопьева, относились, простите, всё-таки к началу 2000-х годов практически. А вот для меня это была история из моего детства, как будто. То есть, Прокопьев — это герой тех времён, когда я читала «Авятские наблюдатели», ходила в школу. Лихие 90-е? Да, да, да. И потом вот возвращается это всё. Оказывается, что делом занимались или его достали из-под сукна, как вот по вашим ощущениям? Что произошло-то? Что к катализаторам-то? Накопился материал достаточный для того, чтобы дело из забытого, приостановленного, трансформировалось в абсолютно живое и дошло до суда. Во многом здесь заслуга тогдашнего руководства УМВД, безусловно. Ну вот Сергея Солодовникова многие вспоминают. Ну и я вспомню честь ему и хвала. Незабываемый руководитель УМВД. Любой человек имеет какие-то свои плюсы, какие-то минусы. Просто, на мой взгляд, точка в деле ОПГ господина Прокопьева — это большой плюш, который может украсить карьеру любого правоохранителя. И то, что дело в итоге дошло до суда, закончилось справедливым длительным сроком лишения свободы. Но пожизненным ведь, насколько я помню. Ой, пожизненный срок подразумевает, что осужденное лицо минимум 30 лет проведет в местах лишения свободы, но не означает, что оно там скончается. По отбытии определенного законом срока наказания осужденный имеет право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении. То есть поэтому вы говорите длительный? Ну, длительный, да. В данном процессе я, честно говоря, участвовал достаточно давно, наверное, с 2004 года. Я с 2004 года представляю и представлял интересы вдовы погибшего Анатолия Евгеньевича Горбушина. Мы ждали, когда... Да, Наталья Осипова, наши слушатели ее знают, да. Когда это дело дойдет до суда. И дождались. Вот. Сейчас. Вот. Поэтому дело в любом случае представляло определенную сложность с точки зрения оперативной работы, с точки зрения средственной работы. Ну и то, что закончилось справедливым приговором, это очень хорошо. Дело было тяжелое. Конечно, только везение здесь присутствовало. Ну, на мой взгляд, родственники людей, которые погибли в подобного рода разборках, приговором остались довольны. И здесь многие из них даже не заявляли какие-то требования о каких-то материальных компенсациях. В частности, мы не просили ни одного рубля за кровь погибшего. И то наказание, которое в итоге, по прошествии многих лет, а это фактически 15 лет с момента убийства известного предпринимателя Кирова, ну, должно послужить серьезным предупреждением для несознательных граждан, которые могут выбрать себе подобного рода жизненный путь, как господин Прокопьев. 15-й год не исчерпывается же исключительно делом Прокопа самого. Это, да, действительно достаточно известная в криминальных кругах Кирова, Кировской области была фигура. Но, на мой взгляд, к 15-му году опасность подобного рода преступного сообщества, ОПГ, она уже снизилась. И господин Прокопьев к 15-му году более-менее остепенился, занявшись большей частью легальными бизнесами, которые, правда, не на него были оформлены, но тем не менее. То есть, лихие 90-е уже к 15-му году ушли. Ну, это такой был по всей стране такой общий процесс. И слава Богу. Не только в этом конкретном случае, не только в Кирове. Безусловно, безусловно, безусловно. Ну, вот пытался ли украсить свою карьеру Сергей Солодовников, да, был ли он действительно этим озабочен, или это просто вот, ну, личность такая, он пришел, переворошил кучу дел и решил достать... Я не знаю, ставили ли ему задачу вообще переворошить эту кучу дел, или это его была личная инициатива, вот, можем ли мы как-то... Слушайте, я с господином Солодовниковым знаком абсолютно шапочно, и здесь утверждать ничего не берусь. Ну, сам по себе факт того, что в бытность его, руководителем Кировского МВД, подобного рода дело, которое давно уже лежало под сукном, и накапливались какие-то материалы из-за под этого сукна, было в итоге вынуто, значит, и были предприняты достаточно простые, но ожидаемые давно шаги с тем, чтобы даже участники ОПГ господина Прокопьева начали говорить и давать показания. Ну, заслуга в том числе и его. Я не знаю, какую силу он использовал для того, чтобы стронуть это дело с мертвой точки. Я вижу, извините, факт. Результат. Преступник, да, преступник, преступники понесли заслуженное наказание. Опять же, обращу внимание, что это дело было не в отношении господина Прокопьева одного. На скамье подсудимых находилось достаточно большое количество людей, приступивших закон. Естественно, что сам Прокопьев являлся наиболее яркой фигурой среди всех осужденных. Самый идиозный, наверное. Ну, наверное, да. Самый известный, самый идиозный и прочее, прочее. Ну, в любом случае, кировчанам с завершением этого дела жить стало просто легче и безопаснее. А я вспоминаю, вот была история с взяточниками в военкомате. Прозвучало тоже очень громко. Про подделку медицинских справок. Ну, и в итоге там, по-моему, если кто-то был уволен, то он потом вернулся. И, ну, никаких реальных сроков не было. То есть, ну, было много шума. Ну, мы же всегда вслед за этим ждем посадки, какие-то разборки. Ну, закончилось все, ну, не сказать, что пшиком, да, но штрафы небольшие. Может, и задача такой не стояла. Может быть, вот пришел Сергей Солодовников, помимо громких дел, которые он довел до конца. Еще и религиозный диктор. Были какие-то такие дела, которые, ну, просто шум создавали вокруг его фигуры. То есть, военкоматы, это история с спиртными в магазинах, потому что тогда вот эти рейды все пошли по магазинам проверять. Я помню, да, вот эта вся антиалкогольная история. Как он в своей кожаной куртке сам заходил там в эти заведения все. Да, ну, то есть вот это вот мы помним. Возможным закрытием центрального рынка и появлением на его месте там разные, назывались, конечно, варианты, да, от жилого квартала до, ну, каких-то там, я не знаю, деловых кварталов и, возможно, реконструкции полной центрального рынка. И в этой истории тоже говорили, что интересантом является Сергей Солодовников. Ну, там даже... Ссылались на его какие-то связи где-то там в Подольске. Да, 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 да. Ну, я думаю, что неплохо было бы этот вопрос адресовать... Самому? Нет, господину Быкову, прежде всего. Но я опасаюсь, что у него в настоящий момент... Он недоступен для СМИ сейчас, я боюсь. Ну, да, голова немножко другим занята. Да, что касается вопроса, связанного с перемещением центрального рынка, ну, не исключаю, еще раз, не исключаю, что, возможно, были интересанты, возможно, проявлял какой-то интерес к перемещению данного объекта и сам господин Солодовников. Опять же, повторюсь, не существует людей совершенно святых. У каждого есть плюсы, у каждого есть минусы. Я вижу о том, что в итоге центральный рынок прошел с 2015 года масштабную реконструкцию. Там был наведен, ну, скажем так, относительный хотя бы порядок. Может быть, методы наведения этого порядка, которые в итоге привели к смерти господина Лузянина, которая, по-моему, тоже в 2015 году состоялась. Да, совершенно верно, это в ноябре было. Были достаточно спорными, но, тем не менее, рынок остался в муниципальной собственности. Кировчане могут его посещать, пользоваться его услугами. Ну, и это, наверное, неплохо. Если даже первоначально и задумывалось на месте центрального рынка, который планировали переместить то ли на филейку, то ли еще куда-то построить что-то, современный торговый центр, еще что-то. Я помню прекрасно о том, что кировские депутаты очень сильно протестовали против этого решения. И, по-моему, как раз благодаря солидарному мнению и простых кировчан, и депутатского корпуса, это решение не было претворено в жизнь. А если заканчивать и Сергея Солодовникова, то надо сказать, что журналисты его любили, ходили на пресс-конференции. И всегда, даже если там был заявлен самый скучный повод, все знали, что что-нибудь доскажут, и никогда ожидания... Ну, всегда они оправдывались. Очень хорошо было с диктофоном ходить, радищикам и телевизионщикам, мне кажется, с камерами. Это же всегда приятно, когда руководитель достаточно крупного подразделения государственного аппарата, он открыт для прессы и для публики. И я могу поставить это Солодовнику только в плюс. Может быть, он следовал здесь примеру как раз Никиты Юрьевича Белых, но это правильный пример. С людьми надо общаться, и они к тебе потянутся. Так, давайте о людях, кстати. Вот очень коротко, пока без комментариев. Я просто напомню кировчанам, что 2015 год — это год... Ну, это тоже, можно сказать, что это транспортная реформа такая, да? То есть в 2015 году ввели у нас в Кирове принципы льготного проезда по признакам нуждаемости, насколько я помню. Ну, вот это дурость, конечно, редкостная была. То есть когда пенсионеры... И это была, на самом деле, очень... А это же была, скажем так, штампом первая ласточка, и потом нуждаемость у нас везде начала появляться. Насколько я помню, да. Но это была такая очень тяжелая ситуация, потому что было множество пресс-конференций, была куча прямых линий. Людям объясняли, кто может, кто не может. Я напомню, да, там тогда от определенного размера прожиточного минимума твое право на льготный проезд зависело, и пенсионерам было очень обидно. Многие звонили нам и говорили, как так? Я всю жизнь работал, работал официально, тяжело там, да. Заработал себе хорошую пенсию, и сейчас я не имею права ездить по льготной стоимости в общественном транспорте, а человек, ну пусть не все, да, те, кто мало зарабатывал и небольшую пенсию получает, условно, там человек сидел на печи, ничего не делал, вышел на пенсию, и теперь, пожалуйста, ему льготный проезд. Как так? Несправедливо. Ну, с одной стороны, конечно, несправедливо, а с другой стороны, ну, мы же все-таки декларируем, что Российская Федерация — это социальное государство. Ну, да, так получилось, что человек всю жизнь сидел на печи, но представим себе, что этот человек либо в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не смог получить достойное образование, либо всю жизнь, простите, провел не в городе Кирове, а, ну, не знаю, в какой-нибудь селе Верхняя Грязь, Нижнепашминского района, непонятная область. Где небольшие зарплаты. Где небольшие зарплаты, где, возможно, даже официальной возможности трудоустройства нет. Ну, государство таким образом его поддерживает, и муниципальное образование его таким образом поддерживает. Это понятно. Здесь, наверное, имеет смысл не жаловаться на то, что у кого-то эту льготу отняли, лишили его возможности пользоваться этой льготой, а смотреть на средний уровень подушевого дохода наших же пенсионеров. Потому что если человек действительно получает хорошую пенсию, ну, он может себе позволить оплатить бесплатный проезд. Если человек получает мизерную пенсию, социальную, копейки, на которой прожить тяжело, ну, почему бы ему не оказать какую-то помощь? Ну, вот тогда, насколько я помню, там то ли 11, то ли 12 тысяч надо было получать пенсии, чтобы уже не иметь права пользоваться вот этим льготным проездом. Если я верно помню. То есть полтора прожиточных... Да, что-то там в районе 11 тысяч, с половиной тысяч. Где-то так вот это было. Но я не знаю, насколько это большая сумма. Для ветеранов труда, насколько я помню, льготы-то сохранили. Да, да, для федеральных льготников, да. Да, да, да. Ну, вот надо сказать, что год 15, почему начали экономить, был тяжелый, можно сказать, кризисный, да, продолжение кризиса 14-го года. Санкции. Да, санкции. Ни одна наша передача с вами не обходится, по-моему, без Владимира Быкова. Я его сейчас хочу процитировать. Я готовила это на бантик, но это прям очень будет своевременно сейчас. Это был, по-моему, осень 2015 года. Дмитрий Медведев тогда, премьер-министр, заявил, что сокращает госаппарат на 10%. И Владимир Быков рассказал в нашем эфире, как в условиях кризиса городминистрации экономят бюджетные средства. Далее цитата. Мы не только своим сотрудникам, но и себе никаких повышений зарплат не делали в 2015 году. И не планирую в 2016-м. Неувеличение – это есть сокращение. Нам говорили, что нужно увеличить на 10%. Мы не увеличили. Значит, мы сократили. И последнее. Что касается закупок, я думаю, что администрация города уже давно не закупает того, что не нужно. Ну, наконец, решила уже все-таки. Ужались по расходам. Ужалась. А не увеличение – значит сокращение. Мне кажется, это просто… Шикарная логика. А мы сейчас попробуем вспомнить, каким был 2015 год с точки зрения экономики и состояния там вообще… Ну, уровня жизни людей, настроения людей в этом смысле, ожидания людей от того, что будет хуже. А сколько доллар стоил? Я не помню, сколько стоил доллар, но я помню, что летом 2015 года мы ездили в зарубежную поездку. Это была Черногория. Мы выбирали ее по принципу не очень дорого, потому что как раз валюта в отношении рубля начала расти очень значительно. И, насколько я помню, тогда евро мы покупали то ли по 47, то ли по 49, то ли по 52. Какие счастливые времена были. Да, 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 да. Вот несмотря на то, что мы все говорим, что был тяжелый такой 15-й год, вот на самом деле… Ну, при нынешних 90 рублей за евро. В то время сокращение зарплаты штатов, которое началось в 2014 году, оно, по-моему, продолжалось, я помню настроение 2014 года. Очень тяжело было там, просто, ну, тревожно там, что будет в компании. Это же Крым-наш. Крым-наш, Крым-наш. Вот, а 15-й год эта помощь, кстати говоря, в Кирове достаточно активно тоже это было, это помощь Донбассу. То есть здесь собирали гуманитарные грузы, здесь отправляли посылки туда. Нет, это были действительно гуманитарные грузы. Я не смеюсь, я не смеюсь, я просто сразу, когда мне по помощи… Сюда ехали беженцы. Да, 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 да. А от нас в Донбасс ехали желающие оказать практическую помощь. А, на месте. Да, я тоже таких людей встречал. Да, в 15-м году, кстати, был суд над Кировчанином в Киеве, который, ну, там, участвовал в военных действиях. Российская Миноборона отказывалась признавать его действующим военнослужащим. Военнослужащим, некий Александр Александров, может быть, и Ян Евгеньевич когда-нибудь… Фамилию, фамилию не могу прокомментировать. Родом из Малмышевского района и вот находился на территории Луганской области. Очень показательно отказывались признавать военнослужащим действующим. Можно подумать, ну, а то, что он гражданин России, как бы, значения не имеет, как будто… Ну, граждане России, которые принимают… Самостоятельно, да? Да, активисты принимают самостоятельно участие в незаконных вооруженных формированиях на территории. А форму они купили в военторге, мы все помним. Ну, конечно, а у нас продается. Да, да. Просто как только наше бы Министерство обороны сказало о том, что да, действительно, это наш официальный военнослужащий, который находится для целей, ну, не знаю, там, выполнения специального задания, это был бы очень громкий международный скандал. Михаил Котлов с нами на связи, начальник отдела по работе на фондовых рынках ПАО «Норвегбанк». Михаил, добрый день. Добрый день. Да, Михаил, мы бы попросили вас нарисовать нам такую картину 2015 года. Мы вот здесь немножко же выписали уже ожидания тревожные людей, да, и падение уровня жизни, и падение рубля, и многие поставили там крест или на стоп поставили, возможно, и зарубежные поездки. При этом мы вспомнили, что евро вроде бы стоил тогда, ну, в районе 50 рублей, а вот сейчас стоит 90, при этом мы почему-то все говорим, 15-й год был такой тяжелый, такой тяжелый. Зато нефть была гораздо дороже, чем сейчас, я уверен. А вот сейчас мы спросим у Михаила, так ли это? Ну, надо вспомнить, что к 2015 году предшествовало начало, ну, очень сильное падение середины 2014 года цен на нефть, то есть фактически они упали со 115 до 45 долларов за баррель. Вот, и это падение, ну, было очень неприятно для российского рынка и для всей финансовой системы. Центральный банк тогда, не имея, ну, значительного опыта, таких быстрых изменений на рынках, не успел, ну, не, скажем так, не совсем быстро реагировал на ситуацию, в отличие, например, от текущего года. И все это привело к тому, что экспортеры, кому надо было рассчитываться по внешним долгам, они начали скупать валюту на бирже, и мы видели взлет там почти доллара до 80 рублей, евро до 100. Да, это было у нас, ну, примерно там декабрь 2014 года где-то вот такие были. Это декабрь был 2014, и потом фактически, ну, приблизительно такие же цены повторились там в мае 2015 года, и потом еще была одна волна ослабления рубля, связанная еще с очередным падением нефти уже в 2015 году с 70 до почти там 27 долларов за баррель. Слушайте, я вот этого даже не помню, что вот так падало серьезно. Да, и, естественно, как бы все это привело к тому, что в конце 2014 года Центральный банк России для того, чтобы, ну, хоть как-то стабилизировать ситуацию на рынках, он поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это рекорд, да? Ну, это не совсем в истории там рекорд, но до этого еще в начале 2014 года ставка была 5,5 всего. Да, но это, собственно, недоступные кредиты, это первое, что приходит в голову, когда ты говоришь о такой ставке, вот, огромной, да, то все сразу же, Михаил и так понимает, да? Ну, это недоступные кредиты, да и те, кто хотел, так сказать бы, прокредитоваться, ну, скажем так, неохотно их брали, потому что ситуация финансово, ну, наперед предприятиям, они же пытаются как-то прогнозировать ситуацию, и в этой ситуации они, конечно, все поставили на паузу, и спрос на кредит это был невелик, потому что сами предприятия для того, чтобы делать инвестиции, они не могли, ну, спрогнозировать ситуацию, поэтому тоже спрос на кредит это упал. И вспоминаются, да, сразу опустевшие торговые центры, потому что многим было проще просто закрыться, чем развиваться и дальше себя поддерживать, да? А мне вспоминаются валютные потечники. Да, совершенно верно. Но, конечно же, с точки зрения, с точки зрения рынка, кризисы – это всегда возможности. Вот. Ну, скажем, то, что касается рынков, когда Центральный банк повысил ставку до 17%, соответственно, на рынке выросли практически до такого же уровня или чуть ниже там доходности очень надежных российских компаний, но основных, скажем так, да, «Газпром», там возьмем «Роснефть», «Сбербанк». И поэтому была возможность очень дешево купить эти активы. Вот. И, наверное, многие россияне именно этим и воспользовались. Нет, немногие. Я говорю про возможности, которые имели финансовые институты. А, Михаил, а вы помните ваш 2015 год в вашем окружении, там, в семье? Какие были ощущения по поводу будущего экономического, там, какой-то стабилизации? Что было, вот, жизненное такое? Может, знакомое? Ну, знаете, да, я вам скажу, что... Еще раз я повторяю тезис, что кризис, он рано или поздно заканчивается. И если вы готовы к кризису, то у вас возникают возможности. В 2015 году, например, я купил квартиру, потому что валюта, ну, как бы, рубль подешевел, а рублевые цены на квартиры практически не изменились. И у кого была возможность, можно было воспользоваться? Да, то есть к кризисам надо готовиться. Ну, я не могу сказать про обычного человека, который, там, он будет, там, мониторить ситуацию, там, что он правильно прогнозирует, будет кризис или нет. Но, по крайней мере, для людей, которые хоть как-то интересуются и имеют, ну, большие какие-то относительно капиталы, им, конечно, к таким ситуациям нужно готовиться, отслеживать, ну, скажем, средства массовой информации, консультироваться со специалистами, чтобы к такой ситуации, к ситуации кризиса быть готовым. В России это очень простые... Это каждый день надо быть готовым, да? В России это очень простые, так сказать, инструменты, быть готовым к кризису. Это нужно иметь сбережение в валюте. Не держать деньги в рублях. Нет, есть время, когда нужно держать деньги в рублях, а есть время, когда нужно держать деньги в валюте. Вот в России к любому кризису вы можете быть готовы только в том случае, если ваше сбережение на данный момент находится в валюте. Рубль обесценивается, и все активы для вас становятся недорогими. То есть вы имеете возможность приобрести какие-то хорошие активы недорого. Михаил, спасибо. Мы сейчас на рекламу должны уйти тоже в мыслях об активах и своих доходах. Единственный последний вопрос, коротко, несколько секунд. Вот сейчас говорят, в 2020 год показал эра высоких цен на нефть заканчивается вообще. Вы согласны? Да, нет? Скорее да, потому что нефти в мире очень много. Мировая экономика в развитых странах очень быстрыми темпами переходит на возобновляемые источники энергии. И Бритиш Петролиум, такая очень крупнейшая в мире энергокорпорация, она дала такой несколько мрачный прогноз, что, скорее всего, спрос на нефть уже никогда не восстановится до уровней, которые были вот до этой эпидемии. И к 2030 году они вообще видят, что после 2030 года начнется общее снижение спроса на нефть в мире в связи с переходом на новые технологии. Ну и, соответственно, так как Россия, если до этого времени, ну она вообще как бы особо и не диверсифицировала за последние 20 лет свою экономику. Но если она так и останется, зависимо от цены на нефть, то нас ждет очень печальное будущее. Спасибо большое, Михаил Котлов, начальник отдела по работе на фондовых рынках. ПАО «Норвегбанк» был с нами на связи. Сейчас быстрая реклама и вернемся. Год 2015-й вспоминаем сегодня с Ольгой Болезиной и Яночей Батарёной. И с мыслями в 2030-м, на которую нас натолкнул Михаил Котлов. Бензин будет бесплатный. Не, ну, между прочим, я видела прогнозы по поводу возобновляемых источников энергетики. Как раз к 2030-м, 2050-му году предполагается, что чуть ли не треть всей энергии в мире будет из возобновляемых источников. Это в мире или в России? Это в мире, в мире. А в мире? В мире, не в России. В мире это будет. В России это еще долго. Мы, кажется, не доберемся до таких показателей. Ладно, у нас остается совсем немного времени. Давайте тогда коротко еще одну тему и потом к главному федеральному событию перейдем. Как мне кажется, это одно из поворотных таких событий в российской истории современной. 2015-й год в Кирове появляются желающие устроить окна жизни. И, насколько я помню, окна жизни – это такая штука, куда можно принести младенца, оставить его. Мама несознательная может оставить ребенка. Туда они, в мусорный контейнер. И, насколько я помню, даже следственное управление выступало за то, чтобы главные врачи кировских больниц к этой идее отнеслись внимательно и прислушались. Было очень много споров, а инициатором всей этой истории был отец Григорий Зволенский, насколько я помню, настоятель как раз католического прихода. Нет, Леонид Ильич? Да, да, да. Нет, именно так и было. И как раз первое окно жизни было открыто в городе Кирове под патронажем римско-католической церкви и на средства верующих. Просуществовала только эта инициатива достаточно недолго. Прокуратура вмешалась и с целью защиты прав малолетних граждан Российской Федерации на имя, на знание своих родителей, воспретила дальнейшую эксплуатацию окна жизни, посчитав, очевидно, что несознательной мамочке гораздо будет удобнее ребенка в мусорный контейнер сбросить, без документов, конечно, нежели припоручить его нуждам государства посредством этого же окна жизни. Напомню, что, собственно говоря, подразумевалось, что после того, как это окно жизни будет открыто, мгновенно срабатывает система оповещения, и в течение ближайших нескольких минут туда прибывают и медицинские службы, и правоохранители. Да, конечно. И младенца забирают и отправляют в лечебное учреждение, где его обследуют с целью сохранения его жизни и здоровья. Ну, вот так получилось, что государство весьма критично на этот проект посмотрело, и сложилась ситуация, что в каких-то городах Российской Федерации эти окна жизни существуют и неплохо работают, регулярно спасая жизни детей. А вот в городе Кирове нет. Во всяком случае, на тот момент было принято решение и отцом Григорием, и архиепархией в Москве Божьей Матери не конфликтовать с кировскими властями, и подобного рода решение органов власти и прокуратуры, оно не оспаривалось. Вот, окно жизни у нас не прижилось. Ну, к сожалению. Но я думаю, что рано или поздно все-таки Россия будет следовать цивилизованному пути остального мира, и подобного рода способы спасения жизни детей малолетних, они все-таки у нас будут. Потому что регулярно, каждый год сообщается о том, что где-то находят погибших детей, куда несознательные мамочки... Моста сбрасывали, вот я тоже... Да, 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 да. Это распространенная практика в лесах, где только не было. — Подождем. Отцу Григорию огромное пожелание здоровья. Он сейчас как раз прибаливает. Пусть выздоравливает. — Пусть выздоравливает отец Григорий, да. Возвращаемся к 2015 году и тому, что было в России, но это история такая... Это февральская история, это не конец года. В феврале в Москве был застрелен политик Борис Немцов. На Большом Москворецком мосту это произошло ночью, 27 февраля. По странному стечению обстоятельств почему-то не работали камеры, хотя это фактически там вот... Ну, под носом у Кремля все произошло, что называется. — Ну, какие-то работали, во всяком случае. — Но не было видно непосредственно ни исполнителей там, да, ни самого момента, как я понимаю. — Да, честно говоря, бог с ним, с исполнителями. В итоге все-таки исполнителям это удалось установить. Другой вопрос, кто заказчик, это неизвестно до сих пор. — Кто заказчик, неизвестно до сих пор, это правда. Ну, или не озвучено до сих пор, так скажем. — Ну, удивляюсь я властям Российской Федерации. Вроде гибель такого политика уровня федерального и даже международного должна была вызвать целую волну возмущения не со стороны простых граждан, а именно со стороны государства. — Потому что это все-таки покушение и убийство политика, который играл заметную роль. И важность Бориса Ефимовича для России во всем мире была признана недаром во многих странах, во многих городах именем погибшего политика России и Немцова названы площади, названы улицы. А у нас как-то, извините, его всю жизнь недооценивали. — У нас на Большом Москворецком восту до сих пор разгоняет людей. — Прошло пять лет, и то же самое мы сейчас испытываем и говорим о покушении возможном на жизнь Алексея Навального. — Почему возможном? — Ну, есть пока разные версии. Подождите, Яна Евгеньевича. Российское следствие подключится сейчас и выдвинет свое. Я прошу прощения, все-таки возвращаясь к Немцову. Наталья Осипова, тогда гендиректор коммерческого центра «Вятский», в тот момент, когда в Москве через несколько дней после убийства Немцова был большой марш его памяти, и марш протеста против такого беспредела. А была у нас в эфире с небольшим комментарием, рассказывала нам о том, что там было. Я бы попросила сейчас звукорежиссера этот маленький кусочек нам включить. — За последнее время сложилось какое-то ощущение в обществе и такое настроение, что белые движения абсолютно разгромлены, что оппозиции не осталось, что события последнего времени не оставили нам шанса на другую точку зрения в обществе. Поэтому для меня самым главным было, конечно же, память человека, который, в общем, был лицом оппозиции и был лицом поколения. Но в том числе и понимание того, что эти люди еще живы, белые движения еще живы, и оппозиция, которая, на мой взгляд, абсолютно необходима для здорового любого политического режима, она существует в России. И многочисленность этой акции подтвердила то, что, в общем, люди готовы, несмотря на все страхи, несмотря на все то депрессивное состояние, которое сейчас существует, люди готовы выйти и показать, что они еще есть. И вот это чувство, что мы еще есть, оно создавало некоторый оптимизм, несмотря на трагичность повода. Теперь, если говорить о самом поводе и об убийстве Бориса Немцова, конечно, это в какой-то степени конец эпохи. То есть это была та фигура, которая представляла российский либерализм и российскую оппозицию. И каковы бы ни были причины, мотивы заказчика, но в любом случае смерть Немцова – это трагическое и такое горестное событие для России. Я жила в Нижнем Новгороде, когда он был губернатором, и я помню ту атмосферу, которую он создавал во всем регионе. И вот это его энергия, его веселое ощущение того, что в стране можно все изменить, и в своей жизни можно все изменить. Его вера в то, что все возможно, она, конечно, заражала остальных. Вот такой комментарий. Это был 2015 год. Ну, это абсолютно правильные слова по поводу личности Бориса Немцова. Мне тоже повезло быть с ним знакомым. Мы с ним познакомились, когда он приезжал на дело Навального. Благодаря моим друзьям, которые нас вели вместе, очень светлый был человек. Это действительно, безусловно, потеря для всей России была в 2015 году. Можно только радоваться, что фактически в настоящий момент у нас есть достойный преемник. Спасибо большое. Ян Чеботарев, юрист, был в нашей студии. Это был год 2015, и многое не успели вспомнить. Но я думаю, что слушателей наших мы заинтересуем, кто-то может полезет. Давайте, да, закончим на потрясающих словах про веру в то, что в России все можно изменить, и ее нужно сохранять. Спасибо. До свидания. До свидания. Очевидцы. 10 лет в Кирове.